Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Давайте снова посмотрим в последний раз в этой пятидневке на торговые сессии, на рынки, на финансовые активы. И начнем, давайте, традиционно с динамики рубля и нефтяного актива. Откройте, пожалуйста, бренд, посмотрите текущие актуальные котировки примерно в районе 64-20-30. За последние несколько дней картина хоть и характеризовалась повышенной волатильностью для динамики, но в целом нефть продолжает находиться ниже 65, сохраняя потенциал для коррекционного движения. Было ли что-то интересного вчера по перспективам нефти? Я думаю, что было. И в качестве дополнительного новостного фона можно отметить вчерашнее заявление Саудовской Аравии о том, что у них есть дополнительных производственных мощностей на 3-4 миллиона баррелей в сутки, которые они могут задействовать уже до конца этого года. Если это произойдет, давайте прикинем, сколько будет добывать Саудовская Аравия, которая вхожа в конгломерат ОПЕК, который является ключевым производителем нефти. На текущий момент объемы выработки составляют 10, примерно 500-600 миллионов баррелей. Соответственно, если мы к этому добавим еще 2-3 миллиона, получается, что в перспективе ОПЕК у нас рискует выйти на какой показатель по дневной квоте? Сейчас 30, официальная 30, неофициальная 31,200 примерно. Примерно 35, это очень много. Плюс ко всему у нас есть еще и Иран, который также готовит рынки к тому, что скоро полные объемы, как это было в 2011 году, начнут поступать на рынок. Сейчас по причине финансово-экономических санкций, по сути, Иран поставляет процентов 25, может быть, даже меньше нефти, примерно около 1 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если санкции будут сняты и они смогут увеличить до прежних объемов предложения энергоресурса со своей стороны, то, соответственно, эти объемы могут составить около 4 миллионов баррелей со стороны Ирана. Поэтому, в целом, ребята, если кто-то делает ставку на стратегический долгосрочный рост нефтяного ресурса, здесь стоит только надеяться на то, что к тому моменту, когда мы выйдем на такие показатели по производству нефти, поспеет и мировая экономика, также подтянет темпы экономического роста по ключевым регионам и станет, скажем, балансирующим фактором, который позволит нефтяному ресурсу, может быть, снова попытаться вернуться к тем высоким ценовым уровням, на которых нефть находилась в 2012 году, ну, можно сказать, даже еще и в 2013 году. Но вероятность этого, ребят, крайне низка. Поэтому сейчас давайте оперировать статистикой. Статистика у нас предполагает возможность коррекционного движения. Следим, конечно же, за запасами нефти США. Но все-таки мы видели, что планомерно запасы стратегически снижаются. Но в целом общие объемы аккумулирования ресурсов в Кушинге и в Оклахоме запасы растут. Это в целом говорит о том, что предложение большое, предложение избыточное. И не знаю, есть ли такое выражение, что в ближайшее время, в случае реализации того сценария по увеличению объема производства, который я отметил, нас ожидает рынок мегаизбыточного предложения. Что касается рубля, то здесь уже вплотную подошли к налоговому периоду. Начнется он на следующей неделе. Очень серьезные налоги, колоссальные платежи, обязательства перед российским налоговым законодательством. Соответственно, конверсия через конверсионные сделки, продажи, соответственно, долларовой выручки в рубли будет провоцировать именно спрос на рубли. В общем, это традиционный налоговый период. Это традиционный фактор локальной поддержки для российской валюты. И мы обозначили вчера такой краткосрочный эффект возможного, вполне возможного и очень вероятного укрепления, поскольку все-таки мы помним, как последние месяцы налоговый период хорошо отрабатывал себя в динамике рубля. Негативов, безусловно, много, поскольку этот негатив стратегический для российской валюты. Это ситуация на Украине, это потенциал ослабления нефти. Это действие со стороны Центрального банка по покупке валюты. Кстати, вчера они сообщили о том, что во вторник было куплено 200 миллионов долларов. То есть верхняя планка диапазона покупки держится, значит, Центральный банк продолжает эти активные интервентные действия. И на форуме в Петербурге, в частности, монетарные российские власти констатировали тот факт, что если кто-то предполагает, что те действия, которые предпринимаются сейчас Центральным банком, это исключительное действие, направленное на поддержку российской валюты для того, чтобы обеспечить определенный уровень бюджетных доходов, то это немножко неправильное суждение, поскольку в противном случае это было бы абсолютно четким, серьезным нарушением принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса, которому, как вы знаете, российская экономика не так давно перешла. В целом нет. Действия, которые предпринимаются Центральным банком, направлены на пополнение золота валютных резервов. И были уже другие прецеденты, в частности, периодически точно такая же программа и механизмы задействуются и Израилем, и Новой Зеландией, Мексикой, Чили. Действительно тоже пополняют золотовалютные резервы, несмотря на то, что курс, собственно, тоже плавающий. Поэтому критиковать сейчас Центральный банк, конечно же, не стоит. Может быть, у них действительно такая высокопарная цель разогнать золотовалютные резервы к 500 миллиардам долларов. Такая емкость была в 2013 году. Но вы знаете, что по причине финансо-экономических санкций, по причине снижения цен на нефть, действительно, сейчас бюджет много недополучает. Но ключевой, конечно же, статьей уже свершившихся нереализованной, можно так сказать, прибыли, стала как раз коррекция цен на энергоресурсы. Я вам отмечал уже и говорил, сколько бюджет теряет ежегодно сейчас? Много. Сколько? Много. Посмотрите, до 2014 года, примерно, когда цены на нефть держались выше 100 долларов за баррель, бюджет получал 500 с небольшим миллиардом долларов в год. Сейчас бюджет теряет, недополучает, так будет правильнее, около 170-180 миллиардов долларов в год. Очень много. Поэтому мы видим то, что ЗВР и Россия планомерно снижаются, сокращаются. После последнего пересмотра уже с 500, ну вы это прекрасно знаете, спустились до 360 миллиардов. В принципе, исходя из международной методологии, сейчас запасники более-менее нормальные, но все-таки сейчас монетарные власти исходят из того, что нужно переосмысливать подход к достаточности российских золотовалютных резервов. И нужно обеспечить такую подушку безопасности, которая позволила бы нивелировать и компенсировать отток капитала, может быть, в перспективе 3-4 лет. Поэтому, если действительно они будут придерживаться цели набора снова 500 миллиардов долларов, значит, программа со стороны Центрального банка по покупке валюты будет продождаться не год, а может быть, даже года 3-4. Там посмотрим, за это время может очень многое произойти. Поэтому, в целом, действия Центрального банка, уже неоднократно, это было доказано самим рынком, влияют на поведение российской валюты. И если влияют, то в целом можно увидеть, что это негативный, скажем, фактор влияния, то есть давление на рубль против основных конкурентов. И как только мы с вами закончим этот налоговый период, то есть в конце этого месяца, в начале следующего месяца, снова вернемся к тем факторам, которые я обозначил, факторы негатива, и будем также делать ставку на сохранение позиционного тренда девальвации, возвращение рубля выше 55-56 против доллара. Евро-доллар, открываем графики, смотрим сегодняшнюю торговую сессию. Коррекционная, хотя давайте сначала начнем все-таки со вчерашнего дня. Вчера евро снова оформил бычью свечу. В целом поспособствовала тому американская статистика, которая не помогла доллару, но помогла рисковым инструментам. Но все вы прекрасно понимаете, что Греция сейчас имеет дело с очень серьезным фактором, который способен в случае негативного сценария для нее дестабилизировать не то чтобы финансовую систему Греции, а вообще подорвать целостность валютного блока, что выступает серьезным аргументом для идей по продажам и разгрузке пары евро-доллар. Участники рынка действительно допускают, что если соглашение не будет достигнуто, значит мы будем иметь дело с очень серьезными последствиями. В частности, вчера министр финансов Германии Шойбле, а также руководитель Бундесбанка Вайдман отметили, что Германия сейчас вплотную прорабатывает самый негативный сценарий. И как вы думаете, какой это сценарий? В отношении России? В отношении Греции, я имею в виду. Мы с вами долгое время обозначали в качестве негативного сценария самого худшего. Это, конечно же, технический дефолт Греции и выход из состава валютного блока. Но сейчас они смотрят еще дальше. Греция в данном случае может послужить ласточкой, а точнее, лучше сказать, таким слабым птенчиком, который может выпасть из гнезда валютного блока. И если это произойдет, по принципу домино цепной реакции вслед за Грецией может последовать Испания, может последовать Италия. И, соответственно, это уже серьезно обозначается. Потому что они считают, что так же, как и Греция, могут самостоятельно решать свои проблемы. И если Греция смогла показать характер тройки кредиторов, так нам не нужна тоже эта поддержка со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и Международного валютного фонда. У нас будет собственный политический курс, свои монетарные установки, и никаких диктаторств со стороны этих международных инстанций не нужно. Поэтому сейчас, ребята, это всеобъемлющий риск. Потому что, если раньше нам говорили, что вообще целостность валютного блока это система, которая будет существовать вечно, она необратима, то сейчас вполне допускается серьезный такой распад. И не в формате одного прецедента, а в формате последовательных действий, когда из состава валютного блока начнут выходить уже содружества стран. Поэтому для евро, я считаю, что с этим спорить не нужно. Такой сценарий является сейчас, наверное, самым негативным. И трудно представить, каким последствиям может привести этот сценарий пару евро-доллар. Это существенная коррекция, это еще один черный лебедь, может быть, даже черный лебедь, которого мы никогда не видели, поскольку евро, она, по сути, гарантируется стабильностью и единством валютного блока. А этим единством уже, точнее, это единство уже находится под серьезной угрозой. Вчера состоялась встреча министров финансов еврозоны, где, разумеется, обсуждали ситуацию с Грецией. Но поскольку Греция не прыгнула выше головы, как хотелось бы, конечно, увидеть этого, особенно для тех, кто делает ставку на покупку евро, не смогла предоставить предложения, которые, как ожидалось, должны были лечь в основу нахождения компромисса. Поэтому, в целом, встреча пошла в таких минорных тонах. Все серьезно стали обозначать вот эти актуальные риски. Они множатся. Вы прекрасно знаете, что еще недели с небольшим остаются до завершения этого месяца. А конец этого месяца – это так называемый момент X для исполнения долговых обязательств в греческой экономике перед Международным валютным фондом. И вчера комментарий уже буквально под закрытие торговой сессии, комментарий Десилблума о том, что Греция планомерно движется к выходу из валютного блока и мы, как монетарные руководители, ничего не можем с этим поделать. Что касается, скажем, следующих таких серьезных основополагающих дат, то поскольку компромисса не найдена сейчас, разумеется, каждая торговая сессия, вот даже суббота и воскрестение, они могут стать причиной какого-то позитива. Собственно, так же, как и негатива, если вопрос греческий снова останется подвешенным и неразрешенным. В частности, что касается важных событий следующей недели, хочу отметить вам экстренное заседание, которое пройдет также в рамках министров финансов Еврозоны в понедельник. И, разумеется, экстренное заседание было создано по той причине, что в формате вот этой встречи, которая прошла вчера, не удалось договориться. И вчера Греция обратилась к Европейскому центральному банку с просьбой расширить программу финансирования экстренной поддержки банковской системы, потому что Греция за последнюю неделю столкнулась с катастрофическим оттоком средств и капиталов. Греция запросила для поддержки банковской системы 3 миллиарда евро. И сегодня пройдет такое же экстренное совещание руководителей Европейского центрального банка в ходе текущей торговой сессии, где будут обсуждать, конечно же, возможности решения предоставлять, оказывать эту поддержку, либо все-таки уже понять, что финиш неизбежен, и этот финиш в конечном счете станет следствием технического дефолта для греческой экономики. Поэтому, ребят, еще раз повторяю, собственно, как это делал неделю назад. Очень нужно быть осторожными с покупками евровалюты, главного валютного риска. В принципе, всех рисковых инструментов, потому что сейчас рыночное настроение определяется как раз именно евро. Если евро столкнется по причине каких-то, может быть, и вербальных заявлений, пока по фактам не будем говорить, с новостным негативом, который, разумеется, будет связан с Грецией, то разгрузка продажи сразу же последует в активе и не заставит себя долго ждать. Поэтому нужно быть осторожными с этими покупками, с длинными позициями по рисковым инструментам. И если уж кто-то хочет полностью, возможно, ощутить потенциал перспективной прибыльной сделки, здесь даже лучше стоит поискать уже сделки на продажу. Что касается, чтобы далеко не отходить от ситуации в Греции, хочу обратить ваше внимание еще на пару USD с ВИСи. Откройте, пожалуйста, графики доллар против франка. Поскольку уже сейчас во всех красках мы обрисовали те риски, которые сейчас характерны для валютного блока, разумеется, это риски стабильности для мировой экономики в целом. И здесь снова растет спрос на швейцарскую валюту, которая хоть и хотела избавиться от статуса защитного актива, помните, что Национальный банк Швейцарии ввел отрицательную процентную ставку, но пока избавиться от этого статуса не удается, потому что все прекрасно понимают, что швейцарская валюта по-прежнему очень сильная. И если этот негативный сценарий станет реальностью для рынка, то пара USD с ВИСи может легко сходить в район 0,9. Сколько до этого уровня остается? 200 пунктов. 200 пунктов как краткосрочная цель. Доллар японская иена продолжает резонировать от публикации ставки и выступления руководителя ФРС Джанет Йеллен, которая держала речи в мягком ключе, не сообщила конкретики, не дала конкретики по срокам повышения процентной ставки. В общем, не оправдала ожидания тех трейдеров, которые надеялись услышать жестких комментариев, разумеется, необходимых для закладывания возможности занятия длинных и основополагающих сделок по доллару против рисковых инструментов. Что касается статистики, вчера были опубликованы данные по инфляции. Месячный показатель 0,4%, прогноз 0,5%. Годовой показатель 0,0%, нулевая отметка против прогноза 0,2%. Почему-то участники рынка посчитали, что если фактически отчет не дотянул до прогноза, значит это несомненный негатив. Я хочу, чтобы вы не поддавались этому заблуждению, потому что достаточно открыть экономические календари и посмотреть, где инфляция находилась в прошлые периоды. Месячный показатель, ребята, это рядом с нулем, а сейчас 0,4%. Годовой показатель вообще в дефляционной зоне. Поэтому, учитывая то, что инфляция планомерно продолжает подрастать уже четвертый месяц подряд, я думаю, что у нас есть самая настоящая тенденция. И если она есть, а это, между прочим, инфляция, один из ключевых индикаторов возможности повышения процентной ставки, я думаю, что можно вспомнить последние показатели по базовому индексу потребительских цен, посмотреть еще раз на актуальную статистику, сравнить с прошлыми показателями и прийти к выводу, что инфляция планомерно увеличивается, индекс потребительских цен разгоняется, а значит ФРС приближается к своему судьбоносному и долгожданному решению для всего рынка, повышению процентной ставки. И ставка будет повышена. 99% то, что это произойдет в этом году. И если доллар и японская иена сталкиваются с локальной разгрузкой, это не значит, что все, отменяются прежние идеи, это не значит, что не стоит ожидать ужесточения монетарной политики. Нет, может быть, это лишь дополнительная, подаренная возможность трейдерам, чтобы занять длинную сделку по этому тандему валютных активов по более привлекательным и перспективным уровням. Я советую вам не игнорировать этот факт и обращать внимание на то, что доллар и японская иена по-прежнему одна из самых интересных с точки зрения инвестиционных целей пар. И еще одно замечание, точнее комментарий по паре фунт-доллар. Откройте графики, посмотрите. Пробили мощную поддержку, точнее мощное сопротивление в районе 1,58, локальный хай был, кто подскажет, на каком уровне? 1,59. Сейчас идет коррекция. Мы допускали то, что, разумеется, после пробития такого серьезного уровня необходима консолидация, необходима проторговка, необходимо скорректировать это значение, эту перекупленность рынка. Вчера были опубликованы данные по роничным продажам, статистика плохая, роничные продажи, еще раз напомню, закладываются в основу будущих темпов экономического роста, поэтому в целом у нас вырисовываются не самые радужные макроэкономические перспективы для самого главного отчета по расширению экономики. И мы уже неоднократно отмечали тот факт, что фонд один из самых перекупленных активов, все располагает к тому, чтобы статистически его продавать, но и текущие уровни позволяют нам приобщиться к этой сделке с очень неплохих, скажем, ценовых рубежей. И я думаю, что сегодня даже по причине того, что трейдеры захотят зафиксировать те затяжные лонги, которые отработала пара по итогам недели, посмотрите, буквально каждая торговая сессия – это рост. Мы закрывались выше цены открытия и без какой-либо коррекции. Фонд против доллара двигался полномерно вверх. И такой рост, его необходимо корректировать. Я считаю то, что в перспективе, продолжаю считать и обозначать в качестве идей – это возможность возвращения пары ниже уровня 1.55. Пока на эти цели и смотрим. Ясно? Вопрос есть, ребят? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.